здравствуйте мои дорогие каражальцы хотел показать вам самые лучшие видео города каражала если вы идете в поисковую машину в google набираете каражал и тогда появляется очень много интересных видео сюжетов которые я люблю постоянно просматривать для того чтобы интересоваться как жизнь продолжается в каражале я родился в каражале в 1963 году много моих знакомых были шахтеры знакомые друзья молодежь а также люди пожилого возраста потом у нас проводилось очень много мероприятий различных каражал жил тогда очень активной такой жизнью у нас работали все спортивные вот эти стадионы бассейны там все было открыто клычи и мы постоянно рыбачили вот вокзал ездили на поездах постоянно в караганду и дальше во весь мир интересно у нас был каражал это был как конец света да я всегда говорю вот приезжаем коржал и дальше поезд не идет коржал был конец концом света учился я во второй школе потом 7 школе на потом в техникуме даже учился у нас там техникум был на площадке лазили по карьерам по отвалам везде во время взрывов там да там собирали потом бигфорные шнуры и все прочее занимались очень интересными вещами достроили всякие балаганы из камней на отвалах жарили там картошку дрова таскали время проводили иногда в школу не ходили да там сочковали но было очень и очень здорово коржал моё детство там прошло конечно об этом трудно забыть да очень интересное видео от своих знакомых просматриваю и мои тоже очень много видео ставлю свои я занимаюсь проблемами здоровья долгожительства очень много интересных видео есть о смысле жизни о том как нужно правильно свою жизнь наладить чтобы вам было интересно жить и как это было в детстве когда мы с утра до ночи проводили время на всяких площадках да имеется ввиду на на футбольные площадки на баскетбольные у нас зимой мы заливали был огромный каток на центральной улице сейчас даже не знаю климат наверно поменялся все по-другому но тогда было очень здорово даже на на лыжах катались об этом я рассказываю в своих видео заходите смотрите коржал с детства я наблюдал только за хорошим так что в коржале было очень и очень много чего хорошего потом немножко была перестройка конечно коржал опустел много домов появилось пустых заброшенных да сейчас эта проблема как-то решается понемножку и я смотрю люди стараются те кто остались там жить в коржале они стараются как-то коржал поддержать немножко хотя очень много проблем есть одна из проблем самых больших которая была их 60-е годы в 70 80 и пока я там жил вот водонапорная башня да то есть не хватало воды а мы сами а это здесь мы катали купались тоже в ледяной воде эту воду качались шахты да и как говорится там мы тоже и на клычек купались и в бассейне купались на плесах но и в этом в этой воде ледяной ходили за тюльпанами за подснежниками по весне ну очень много чего придумывали чего интересовались постоянно у нас были в конце недели проводились дискотеки в дом театре дом культуры или как он назывался у нас потом у нас там к жили был кинотеатр все потом конечно по закрывалась все это развалилась жалко да но было очень хорошее классно у меня детство юность потом всякие мероприятия вот такие дома сейчас заброшенные стоят некоторые конечно реставрирует некоторые до сих пор стоят такими пустыми да насчет прогулки до в коржале транспорт работал очень плохо раньше и мы везде ходили пешком гуляли да везде вот со старого коржала я иногда частенько в школу даже во вторую да мы пешком ходили представьте себе наверное сейчас то же самое вы там пешком ходите в германии конечно никто не ходит на такие расстояния тут везде все на машинах и все прочее вот бассейн был у нас такой забор был там многие конечно без оплаты туда заходили ясно дело как это потому нас аэропорт работал если помните еще самолеты летали да вообще классно было так что можно что вспомнить видео интересные люди снимают заходите также на мои видео я постоянно здесь выставляю тоже различные видео на самые различные темы вот например розовые очки это очень интересно для коржальцев посмотреть видео потом например видео различные есть про здоровье как сохранить здоровье как прожить до 100 лет не более как жить активно и счастливой жизнью да то есть такие вопросы по жизни меня всегда интересовали в коржале а также здесь на западе это тоже актуальные вопросы потому что очень много людей имеет очень много проблем и многие не знают вообще как по этой жизни правильно идти и где что как на что нужно ориентироваться вот эти ориентиры я даю в своем в своих видео поэтому просьба пожалуйста если сами просматриваете их потом можете разослать вашим знакомым друзьям я вам за это очень-очень буду благодарен смотрите мои видео у меня очень много мне с два видео канала да и на обоих видео каналах есть самые различные видео на самые различные темы и вам конечно это понравится вы можете для себя выбрать там все что угодно все что вас интересует вот такие вот дела так что мои дорогие смотрите есть например хорошая серия такие видео счастливой жизни как ее наладить да чтоб все нормально было секреты красоты и секреты счастливой жизни как секреты семейной жизни да и вот это все очень хорошие есть видео и всякие размышления вам это все понравится я гарантирую вам заходите пока пока